всем привет с вами дмитрий урсул что же новый logic 11.1 вышел буквально вчера я по горячим следам вам записываю обзор со своим мнением и с обзором самых основных фишек которые у нас появились в этой новой версии с предыдущей версии прошло 5 месяцев и как оказалось разработчики logic все-таки что-то в это время делали значит что у нас появилось во первых на удивление появился новый ревербератор довольно крутой мы его послушаем сейчас обязательно довольно с этой редкой редкий плагин вообще устройство довольно редкое которое ну даже среди плагинов сторонних производителей я не часто встречал и здесь честно вообще не встречал поэтому довольно интересный прибор мы его посмотрим дальше конечно же поиск плагинов появился уже все про это прокричали что наконец-то аллилуйя уже этого ждали лет минимум 10 наверное но наконец-то это есть как во всех других секвенсорах дальше у нас появились всякие улучшения что можно перетаскивать канал и теперь не только в окне аранжировки как это было раньше а теперь и в микшере это тоже покажу на самом деле тоже довольно удобно не сказать что это прямо какая-то революция но во многом конечно упростит работу тех кто работает с миксом можно выводить ваши сессии ваши треки прям сразу в диктофон ну я не знаю насколько это актуально но многие так вы заработаете на проект и можете экспортировать себе в диктофон на то есть в вашем айфоне автоматически синхронизируется появится запись там есть свои нюансы тут тоже об этом вкратце поговорим ну в общем много разных интересных фишек сейчас мы по порядку обо всем поговорим давайте начнем с нового плагина я вам потом покажу список нововведения и к нему вернемся плагин выглядит вот так называется quantec room simulator и он доступен не только на процессорах м1 что же многие там испугались что это новый плагин опять будет только на apple silicon нет он доступен в том числе и на интелских процессорах если вы еще на них сидите и также доступен в режиме розетта соответственно так что вот такой реабиратор здесь две модели представлены то есть вшиты в этот реабиратор в этот плагин если нажать вот сюда на логотип то можно почитать историю этого прибора то есть у нас первый вариант это вот такой ранний вариант начала 80-х годов и вот этот вот черный точнее этот синий это у нас второй вариант то есть второй скажем так пресет или 2 модель в этом плагине ну можно почитать историю создателя историю вообще подхода к реабирации вкратце скажу что здесь довольно интересный алгоритм работы с генерацией помещения то есть это такой скажем так room room ревер который генерирует вам какую-то виртуальную комнату но делать это по своим очень интересным математическим законам и собственно разработчики logic они воссоздали все эти алгоритмы которые зашиты в этих девайсах были и их представили в виде такого плагина давайте послушаем как он звучит чтобы далеко не отходить значит у меня здесь просто вот такой вокал сухой из apple loops я просто включил дефолт присед то есть как вот он загружается и послушаем ну драй у меня level на нуле и чуть-чуть подмешан собственно сам ревер вот то есть он довольно круто звучит тут ну очень интересное пространство можно гереть я так чуть-чуть некоторые послушал пресеты они довольно интересные что особенно интересно в этом лебераторе что можно делать задержку первого отражения то есть таким образом можно во первых дело такие специфические реверраторы собственно 80-х это было особенно популярно в музыке используют реверрацию потому что цифровые реверратор только появились и звукорежиссеры с ними максимально экспериментировали то есть не пытались воссоздать какие-то реальные помещения а наоборот даже уходили от реальных помещений ну вот потому что до этого годами все работали с реальной реверрации помещений реальных комнат а тут вот появился ну в то в то время появились устройства в наше время есть плагины то есть и собственно их уже не пытаются использовать чтобы воссоздать какое-то реальное помещение ну и для этого соответственно есть тот же самый space дизайнер у нас лоджики где как раз таки он больше заточен именно под эмуляцию реальных живых помещений потому что там собственно живые импульсы в нем вшиты в движке а здесь же скорее больше можно делать какие-то интересные спецэффекты например здесь кнопка фриз то есть понимаете если это автоматизировать можно из этого делать отличный спецэффект и ну то есть это прям очень будет легко с этим работать чем можно много чего наделать потом сбаунсить этот фризовый хвост сделать какой-нибудь реверс ревера ну то есть можно много чего придумать довольно классно но сейчас я здесь полный обзор функции делать не буду в целом плагин довольно классный настройки примерно все здесь стандартные у него здесь есть принципе лей а также есть собственно уровень ревера есть уровень первого отражения от этого первого от скок и скажем так от виртуальной стены естественно здесь есть настройка общей длины хвоста здесь есть настройка собственно комнаты и точнее метража виртуального, ну точнее даже не метража, а объему вообще всего, то есть видите здесь метры кубические, то есть это у нас и потолок учитывается, и пол, и стены, и в зависимости от выбранного room size размера комнаты у вас соответственно и возможности больше по увеличению времени максимального хвоста, также есть встроенный здесь мультиплеер частот, чтобы частоты по-разному у вас усиливались этим помещением, то есть это не эквалайзер, не путайте с эквалайзером, это именно мультипликатор частот, то есть одни частоты быстрее угасают в ревербераторе, другие как бы дольше тянутся, и наоборот, то есть это можно все здесь очень гибко, довольно круто настроить, ну в общем рекомендую поиграться с этим плагином, в разных его ситуациях потестировать, на вокалах отлично звучать будет, на ударных тоже можно всякие спецэффекты делать на снейре и так далее, то есть очень крутой девайс, я вот честно говоря прям был удивлен, но я с ним еще поработаю и может быть отдельно потом про него запишу какое-нибудь целенаправленное видео. Доступ ко всем курсам школы Logic Pro Help всего за 990 рублей в месяц, да, это реально. На нашем Boosty вы можете выбрать интересующий вас тариф и смотреть огромнейшее количество курсов по Logic Pro и о работе со звуком, а самое главное получать эксклюзивные новинки и уникальные видеоматериалы раньше остальных. Для тех кто не знает, Boosty это сервис ежемесячной подписки, благодаря которому вы можете получить доступ ко всем нашим курсам в зависимости от выбранного пакета. Просто выберите интересующую вас тему и получите доступ ко всем курсам этой категории всего за 990 рублей в месяц. Сейчас я покажу как оформить подписку. Выбираем интересующий нас пакет, нажимаем кнопку купить, попадаем на нашу страницу Boosty и там нажимаем подписаться. Далее проходим регистрацию по номеру телефона или через любую социальную сеть, после чего выбираем количество месяцев для подписки и нажимаем купить. После этого вводим данные карты и готово. Можно переходить к обучению в ту же минуту. И помните, что в каждом пакете количество курсов будет регулярно пополняться. Получи все необходимые знания для создания качественной музыки прямо сегодня по самой выгодной цене. Дальше. У нас появился, конечно же, поиск по плагинам. То есть теперь, если я где угодно, это может быть здесь вот в инспекторе или в микшере, нажимаю выбор плагинов, тут вот мои категории, вверху мы видим, что появилось поле для поиска. То есть я могу найти любой плагин, какой-нибудь, например, LA-2A. И вот я вижу все LA-2A, которые у меня присутствуют. То есть у меня есть, собственно, от Waves плагин, от UADA несколько версий. И вот таким образом можно довольно быстро найти. Также появилась горячая команда. То есть если у меня просто выделен какой-то трек, ну давайте я сейчас еще несколько быстро создам аудиотреков. То есть у меня, например, третий выделен, я нажимаю Ctrl-Command-P. И у меня появляется вот такой общий поиск. И в нем я, во-первых, могу увидеть, что я последнее загружал. Здесь довольно большой список тех плагинов, которые я вот недавно загружал. И также здесь появляется поиск. То есть я могу ввести какой-нибудь Channel EQ, например. И вот у нас автоматически открывается плагин, и он устанавливается на Audio 3. То есть мне не нужно лезть в инспектор вот сюда в список, мне не нужно лезть в микшер. Я просто достаточно мне выделить нужный трек, на который я хочу поставить плагин, нажать эту комбинацию клавиш и выбрать любой трек. И он, соответственно, автоматически ставится на этот трек и в ближайший свободный слот. То есть это тоже очень удобная функция для поиска плагинов. Что еще появилось? Появился также поиск по инпутам и аутпутам. Ну, для меня это на самом деле актуально, потому что у меня, видите, довольно много входов. Все я их назвал специально, потому что у меня к ним физические приборы подключены к этим входам. То есть разные синтезаторы, которые там вот у меня представлены в том числе. И я могу просто не вспоминать, какой у меня вход, или не искать здесь списки его, а просто здесь в списке вбить RD6, например. И вот у меня input 28, я могу его сразу назначить здесь. То же самое касается и выходов. То есть если у вас много выходов, вы можете здесь сразу в поле вбить. Более того, поиск идет не только по физическим входам и выходам, а также по шинам. То есть если я хочу назначить выход просто на какую-нибудь шину 56, например, я просто впишу BAS 56, вот ее выбираю, и вот у меня автоматически создается AUX. То есть мне даже не нужно в списке искать какой-то конкретный BAS, вот здесь его во втором списке искать. То есть я просто вот впишу 56, и он у меня добавляется. То есть это очень-очень удобно. Следующее нововведение микшера у нас перемещение свободной теперь треков по, ну скажем так, расположению левее-правее или выше-ниже, если смотрим на главное окно. Не только в главном окне, но и в микшере. То есть раньше мы что делали? Если я хочу трек вот этот поставить вот сюда, например, вторым, да, то мне нужно было открыть главное окно, сюда вот его переместить, и вот он здесь переместился, да, как и, собственно, в главном окне. Но теперь я могу то же самое сделать и тут. То есть я просто зажимаю мышкой, видите, он подсвечивается такой тенью слева-справа, и теперь я переношу, например, его сюда, и в главном окне он тоже переместился. То есть по сути это то же самое, просто обратное действие. То есть если раньше мне нужно было только через главное окно перемещать треки, то теперь я это могу делать и через микшер. Но что для меня лично было плюсом, потому что я боялся, что они этого не сделают, что всё-таки связь между главным окном и микшером сохраняется. Это очень важно, потому что в некоторых секвенсерах я знаю, что этой связи нету, и у тебя начинается полный хаос. То есть в микшере у тебя один парень треков, в аранжировке другой. Ну, кому-то может быть так удобно, мне лично кажется, это дико неудобно, потому что потом можно запутаться, особенно когда сессию там неделю не открывал. А здесь всё как бы оно связано. Но просто у вас больше возможности по перемещению треков. И самое полезное, что AUX, теперь не нужно делать вот ту самую команду, создать AUX трек, если я хочу его переместить в главное окно. Я просто его выделяю и также ставлю, например, после второго выхода. И что я получаю? Я получаю, что он автоматически создаётся здесь, автоматически создаётся в главном окне. И ещё и располагается, теперь свободно перемещается у нас по микшеру в том числе. И, соответственно, по окну аранжировки. То есть это вот такие довольно полезные нововведения, которыми я однозначно буду пользоваться. Но я думаю, что вы тоже. Значит, какие ещё тут разные нюансы? Ну, я уже сказал, что можно экспортировать, делать экспорт в диктофон. То есть вы делаете bounce, share. Теперь вот есть окно share. И тут раньше был airdrop, mail. Теперь ещё появился song to voice memos. То есть можно было раньше только в приложении музыка сразу отправить трек. Он, по идее, через музыку у вас мог тоже синхронизироваться на всех устройствах. Но через музыку не всегда удобно находить свои треки. А вот через диктофон кому-то, может быть, будет удобно. Особенно кто работает с демками, можно всегда туда расширить свой проект. То есть вот такое нововведение. Дальше, что для меня ещё полезно? У нас теперь, когда мы в режиме custom, а я всегда в таком режиме работаю в проектах, вот в этом меню, у меня вот здесь раньше была просто частота дискретизации 48, а сюда теперь ещё добавили размер буфера. То есть я могу очень быстро отсюда переключить размер буфера. Если вдруг у меня проект требует больших вычислительных мощностей, я просто выбираю нужный буфер прямо отсюда, не залезая в настройки, не ища какие-то дополнительные меню. То есть здесь теперь визуально всё, во-первых, я постоянно помню, сколько у меня буфер стоит в данный момент, и могу при записи, например, в момент записи гитары быстро поставить его на 32, потом вернуть обратно на 128, 256. То есть это всё делается вот прямо просто в один клик мышки. Тоже довольно круто. Какие у нас там ещё были нововведения? А, можно удалить любой плагин командой command. То есть это очень круто. Я не знаю, почему-то раньше этого не сделали. То есть я теперь нажимаю на command. Видите, у меня появляется такой ластик, и я могу просто удалить ненужный мне плагин. Это вообще просто революция. То есть казалось бы, довольно просто, но почему-то этого столько лет не было в лоджике. То есть раньше приходилось вот сюда нажимать, выбирать no plugin. Это очень долго. То есть тут теперь я себе оставлю какие-то ненужные плагины, нажимаю command, и тут же удаляю. Всё это очень быстро, и всё это очень оперативно. Про диктофон я рассказал. Ну, в общем, вы можете здесь посмотреть. То есть здесь, в принципе, я всё основное рассказал. Также фонотека добавилась. То есть добавилось несколько библиотек в Logic. То есть если их через Sound Library закачать... Ну, я, кстати, их ещё не скачал, то вот можно их спокойно здесь. Тут у нас появился Modular Melodies библиотека, и появился Producer Pack от PomPom. То есть там идёт трек для Live Loops, отдельная сессия с разными интересными лупами. Ну и, соответственно, библиотека в Apple Loops. Тоже довольно интересная. В общем, это такие самые главные нововведения. Мне, к сожалению, ARR протокол не починили, и пока, видимо, не починит. Я уже даже кинул реквест ещё раз в поддержку, чтобы они всё-таки как-то наладили коннект с компанией Salimony, которая, собственно, Melodyne плагин изобрела, потому что ARR очень не хватает. И теперь, если переключаться в режим Rosetta, даже Logic выдаёт сообщение, а вы точно уверены, что вы хотите в режиме Rosetta? Там будут ограничены функции, у вас там будет хуже производительность. То есть они прямо уже теперь сообщение выдают. То есть это намекает на то, что, возможно, скоро Rosetta у нас прекратится. Или, во всяком случае, Logic перестанет с ней работать. Я, конечно, пока ничего не утверждаю, но как бы тенденции к этому идут, что пытаются уже как бы сделать такое подсознательное ощущение, что использовать Logic в Rosetta это как-то уже не камильфо, скажем так. Так что имейте это в виду. И, собственно, и на Intel тоже это касается людей, потому что с какого-то момента, я думаю, Logic просто перестанет поддерживать процессоры Intel. Что ж, более подробный список нововведений и каких-то микроизменений. Их на самом деле довольно много. То есть если посмотреть список, вот это всё 11.1 версия. То есть вот только здесь 11.01 предыдущая версия. И посмотрите, какой огромный список. Здесь, как правило, всякие подкапотные изменения. То есть где-то какие-то косяки поправили, ошибки интерфейса, где-то что-то там неправильно вставало, какие-то там глюки были. После перезагрузки проекта, например, иногда Logic просто закрывался сам по себе. У меня такое тоже пару раз было. То есть вот эти все нюансы здесь устранили. Можно здесь это всё почитать. Я эту ссылку оставлю в описании под роликом. Ну, а так, в принципе, обновление довольно классное. Производительность вроде как хорошая. Я вот уже день поработал, в том числе с своими нагруженными сессиями. У меня ничего не вылетает, ничего не сломалось, плагины не отвалились. Так что всё хорошо. Я, в принципе, рекомендую обновляться. И напоминаю, что, чтобы обновиться, не у всех Logic появляется вот здесь в разделе обновления в App Store. То есть нужно вбить в поиски Logic и зайти на саму страницу с описанием нового Logic. И вот здесь у вас появится кнопка «Обновить». Ну, на самом деле, это уже давно так разработчики сделали. Видимо, чтобы автоматически ни у кого не обновлялся Logic. Потому что вдруг какая-то будет проблема с несовместимостью. Там какие-то плагины отвалятся, и люди останутся без сессии. То есть нужно обновляться как бы на свой страх и риск. Поэтому вы тоже посмотрите. Ну, вот у меня всё работает отлично. Ну, вот, в общем, здесь можно обновиться будет, если у вас, собственно, Logic куплен. И операционная система у вас либо Sonoma, либо новая Sequoia. То есть если у вас предыдущие версии, то уже, к сожалению, Logic на них не встанет. Что ж, на этом мы с вами закончили обзор Logic 11.1. Будем ждать следующих версий 11.2 или, может быть, какие-то промежуточные. Ну, а пока изучаем, погружаемся в мир Logic. Если вы недавно на нашем канале, обязательно подписывайтесь. Ставьте колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. И вступайте в наш Telegram-чат Logic Pro Help. Я там всегда на связи. И там очень много подписчиков уже и пользователей Logic, и наших учеников. И уже, можно сказать, наших экспертов по Logic, которые друг другу помогают по разным вопросам. Так что залетайте в чат обязательно. Пишите, задавайте вопросы. И самые интересные темы я разбираю на канале Logic Pro Help. Что ж, с вами был Дмитрий Урсул. Всем успехов в творчестве. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok